Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в студии священник Илья Семенов, настоятель Преображенского храма поселка Красково. И тема нашего сегодняшнего разговора довольно-таки интересная. Безусловно, глубокая, но сложная. Говорить мы будем о мученичестве. Вот слово «мученичество», оно, конечно, имеет какое-то такое негативное, да? Изначально само слово «мученичество», ну, в общем, «мученики», по-гречески оно совсем другое. А «мартирос» – это свидетели. То есть то слово, которое употребляется и которое переводится как «мученики», это на самом деле свидетели. Здесь совсем другой акцент. Не страдательный, а именно как бы показывающий то, что ты делаешь что-то очень важное и для чего-то. Это свидетельство прежде всего о Христе. Поэтому вот эти нюансы смысла, которые примешиваются в русском языке, они для христианства внешние. Поэтому, конечно, мы отталкиваемся от слова, но мы должны отталкиваться от внутреннего смысла. Но прежде всего, ещё раз говорю, что смысл здесь – свидетельство о Христе. А претерпеваемые страдания – это уже нечто внешнее, ну, нечто как бы превходящее. А что такое вот свидетельство о Христе? Тогда давайте мы расшифруем это словосочетание. Дело в том, что когда мы с вами приходим в храм, ну, в любой день даже, можно сказать, и интересуемся, какой праздник, смотрим на икону, которая на аналое, то чаще всего бывает так, что это память каких-то мучеников. И этот сон мучеников очень большой. И не говоря уже вообще обо всех мучениках христианских, одних священномучеников, новомучеников, можно так сказать, новомучеников даже, после революции, которые вот в годы революции, после революции пострадали, их больше, ну, их около 1800. И возникает вопрос, память кого мы чтим? И в связи с тем, с чем мы чтим память? В декабре, зимой, а у нас сейчас с вами зима, память двух таких великих мучениц, великомучениц, это Екатерина, 7 декабря, и Варвара, тоже великомученица, 17 декабря. И, конечно, всматриваясь в их жизни, мы с вами видим, с одной стороны, то, что связано с русским словом, они, конечно, претерпели страдания. Но также и о том свидетельстве, о котором вы спрашиваете, что значит свидетельство о Христе. Жизнь этих великомучениц, она как раз свидетельство о том, что они узнали Христа. Они не захотели его оставить, они не захотели его предать. И это были удивительные женщины. Екатерина была красивейшей, знатной, особой. Император пригласил учителей, языческих, философов, для того, чтобы они попытались переубедить ее. Но им это не удалось. Варвара тоже дочь очень знатного сановника в Сирии. Одна дочь осталась матери, у нее не было, мать умерла, и отец не чаял в ней души. Но она познакомилась с христианами, точно так же, как и Екатерина. И действительно, христианская весть, понимание того, кто такой Христос, и понимание того, самое главное, какой нужно стать самой, что-то такое сделали с ее жизнью, что она не могла уже поступиться очень многим. А на самом деле к мученичеству приводит именно то, что человека побуждают поступиться. Поступиться не просто исповедничеством внешним во Христа, а поступиться центром собственной жизни, отказаться от тех внутренних ориентиров, которые вдруг перемагнитили всю жизнь. Это очень важно. Поэтому и Екатерина, великомученица, и великомученица Варвара, и другие мученики, о которых мы говорим, о которых огромный сон, они внутри себя узнали Христа. И вся их жизнь заключается в том, чтобы преобразоваться, стать такими, как Он. И если на пути этого возникает какая-то преграда, то они готовы пожертвовать всем, включая собственное здоровье, потому что мучения... Ну, мы знаем светское понимание мучения. Это пытки. Пытки. И это действительно были страшные пытки. Жуткие. Там почитать можно... Я не буду сейчас приводить, конечно, примеров, чтобы никого не пугать. Но если почитать житие святой великомученица Екатерины или Варвары, это были страшнейшие пытки. Претерпел за веру, называется. И, конечно, это связано со страданием внешним. Но вот эти вот события, через которые должен человек пройти, они не мешают ему. Они как бы не являются ему заслоном, препоном. То есть он может пожертвовать своим здоровьем. Мы сейчас очень печёмся о своём здоровье, очень сосредоточены на теле. Нас вынесло на поверхность нашего существования. Мученичество, как свидетельство о Христе и свидетельство о нашем внутреннем пути развития человека, не каком-то там, ну, одном из возможных путей, а именно развитию человека, оно как раз нас с вами заставляет по-новому посмотреть и на те проблемы, с которыми мы сталкиваемся. В современном мире не будем называть то, что нас окружает сейчас, просто все мы в этом находимся, все те скорби, которые мы испытываем и как социальный организм, как государство от болезни, например, и как частные семьи. Всех затронуло это. Это мученичество. Но как мы к этому относимся? Как относимся к телесным страданиям? Мученичество нас заставляет подумать об этом по-другому. Ну, скажу сразу же, да, очень многие люди, которые неглубоко воцерклены, да, которые считают себя православными, помнят какие-то праздники, ну, хотя бы три. Вот. И, приходя в церковь, где кто-то там записки подает, свечи ставит, не все знают даже, как свечи куда ставить и почему, кто как выбирает, видя вот эти списки мучеников, да, создается впечатление для некоторых людей какое-то темное, грустное, печальное. И иногда это давит на человека, и слово мученичество, он как бы проецирует это на себя, что вот для того, чтобы стать настоящим, искренним христианином, ты должен очень сильно мучиться. Ты должен пройти через какие-то, прямо вот, чем больше мук, тем лучше. И многих, на мой взгляд, это отвлекает. То есть они муку воспринимают как телесную, там вот, да, пост, ничего не есть, не обдумав ничего, да, не подготовившись к этому духовному. То есть они вдруг начинают резко, ну, скажем так, издеваться над собой телесно, не понимая, что ведь на самом деле речь-то идёт о неком преодолении. Если описать эту реальность, да, встречи с мученичеством, человек приходит в храм, он видит не списки, он видит иконы. И с икон на него взирают не какие-то хмурые, замученные люди, а люди, которые светятся. И светятся не только потому, что у них нимбы над головой, это понятно, что внешнее выражение того света, который через них изливается, но их лики, если это действительно иконы, то их лики написаны как лики святых, в них видится святость. Поэтому никакого такого отчуждения от этого, как вы говорите, никакой скорби, никакого, ну, как бы, такого понимания того, что нужно пройти через это состояние какой-то замученности, нет. Наоборот, наоборот, человек видит этот блеск в глазах тех, кто изображён, эту радость на лицах. Это, понятно, что иконы, это не картины, и они не живописуют человека, да, с его какими-то частными эмоциями, но они видят лики, действительно, через которых благодать касается их сердца. Поэтому внешняя феноменологическая картина встречи с мученичеством в храме человека, который не знает толком, как поставить свечу, не знает, как записать, но тут его не обманешь. Тут его не обманешь, тут великие святые. Но он понимает, что вот он видит икону, даже не будем сейчас говорить, как она написана и так далее, зачастую и светится и всё, но грустная, да, и он понимает, что неподготовленный человек, что вот для того, чтобы я стал настоящим, правильным христианином, я должен пройти через какие-то жёсткие, а лучше жуткие испытания. Да нет, самое главное, так его не встречает ни икона, так его не встречает церковь. Вы сказали о посте, что человеку вроде бы предлагают сразу, вот он видит мученичество, как некую хмурость, такую понурость, и тут же ему предлагают и средства. Ну вот, пожалуйста, пока у тебя нет никаких гонений, но вот помучайся хотя бы сам. Вот есть определённые периоды в году, когда ты должен помучиться, вот ты должен не есть тот, и ты должен не смотреть тот, и ты должен отказать себе в том-то, вот сиди в тёмном углу, затепли лампадочку и молись. И вот как-то это, ну и так холодно, и так как бы на душе как-то пусто и скверно, и вообще как бы, ну тут ещё какие-то болезни вокруг, а тут ещё откажи себе во всём, вот замкнись как-то в себя в этом тёмном углу, стой и молись. Ну прям всё против. Прям как бы, ну, кошмар. Но на самом деле, если мы смотрим на Священное Писание, опять картина абсолютно не такая. Вот сейчас сделаем здесь паузу, вы сейчас нам расскажете, почему, потому что первая часть очень быстро пролетела. Но давайте разбираться дальше, как, что и почему связано именно с муществом, как это воспринимают, ну, светские люди, я всё-таки к ним отношусь, и как это Священное Писание нам сейчас расскажет Отец Илея после небольшой паузы. Напомню, что это программа «Открытый диалог». Довольно сложная сегодня программа, сложный разговор, но, тем не менее, очень интересная, потому что немногие, скажем так, многие участвуют в жизни церкви. Кто-то активнее, кто-то менее активно, но, тем не менее, не все даже разбираются, что, например, такое мученичество. Вот это тема нашего сегодняшнего разговора со священником Ильей Семёновым, настоятелем Преображенского храма посёлка Красково. Итак, как же Священное Писание толкует всё это? Да, то есть мы с вами должны не забывать о том, что те ограничения, которые Церковь предлагает христианину и которые могут человеком извне, не прикоснувшимся к этому, восприниматься как некое добровольное мученичество, они на самом деле предлагаются внешне, но абсолютно светлыми. Например, сказано, что, когда начинается пост, не нужно показывать, не должно быть никакой хмурости на лице, не должно быть специальной показухи, то есть, сказано, например, должен человек умаслить свои волосы, но это тогда как бы было принято, но сейчас по-другому, мы не должны переставать ухаживать за собой, мы должны сохранять улыбку, мы не должны показывать, что мы в каком-то мученическом состоянии. Дело в том, что пост, он предлагает наоборот освободиться от того, что мешает радости настоящей войти в сердце человека. Поэтому это отказ от чего-то, конечно, это отказ, но для того, чтобы освободить место, когда мы с вами говорим о том, что пост воспринимается как нечто такое хмурое, когда человек должен забиться в какой-то уголок, он должен ограничить, как бы освободить место для другого. Вот невозможно, например, одновременно слушать классическую музыку и какую-то попсу, ну, невозможно, это просто будет какая-то какафония внутри. Для того, чтобы начать слушать ценить, прислушиваться к музыке, необходимо не слушать попсу. Она будет мешать, даже после шлейф такой, точно так же, как с танцами, например, с балетом, ну, и с любым искусством. Для того, чтобы к этому прикоснуться, там, с литературой, нужно начать прививать себя действительно к тому, что имеет ценность. Вот в данном случае, если мы говорим о некой радости сердца, о некой полноте души, потому что очень часто мы с вами в жизни испытываем некую пустоту, что-то нам не хватает, мы... Почему мы в церковь-то идем? Вот вы же сказали, что человек приходит, даже не знает, куда поставить, но что-то его потянуло. Идёт, да, идёт. Что-то потянуло, что-то не хватает. Вот как раз пост, он предлагает человеку дать возможность тому, что ему не хватает, а мы можем сказать, что не хватает как раз общения с Богом и благодати Божией, как энергии его, как раз дать место. Поэтому человек, да, действительно, он не смотрит какое-то время там какие-то развлекательные передачи, но зато у него остаётся время. Вначале, конечно, это мучительно, потому что человек современный привык, как бы, для него как раз мученичество остаться, например, наедине с собой. Попробуй в воскресный день никуда не выходя не включать ничего. Интернет не включать. Ну да. И телефон выключить, попробуй, замучаешься. А на самом деле это возможность как бы дать своей душе отдых, как раз посмотреть на себя, вдруг прийти к самому себе и в себе увидеть этот благодатный огонь очищаетесь. Ну, завершая тему поста, да, а кто определил именно такой состав поста? Вот, например, человек говорит себе, я очень люблю, я не знаю, ну там, сыр, но вот я буду есть все, кроме сыра, хотя я его очень люблю, потому что я вот буду мучиться. То есть, вот те вещи, которые прописаны, что ограничить то, ограничить то, ограничить то, кто принял решение, что именно это освободит место. Ну, во-первых, как бы, надо сказать о том, что это некое соборное сознание, соборное сознание церкви. Более того, как бы, мы должны с вами понять, что смысл поста это, с одной стороны, воздержание, а с другой стороны, отказ от того, что мешает. Мы же сказали, это не просто какое-то мученичество, вот я это люблю, кто-то говорит, я люблю, там, например, кофе. Вот я не буду пить кофе, а буду пить чай. А другой говорит, я люблю пить чай, нет, я не буду пить чай, буду пить кофе, помучаюсь, и вот тем самым, как бы, принесу какую-то жертву. Но в какой-то мере, может быть, если действительно эта жертва приносится Христу, а если человек просто хочет скинуть какой-то лишний вес, например, и не ест что-то, и говорит, что он пастится, к посту это не ест. Почему нельзя есть мясо? Потому что, если мы с вами опять-таки будем исходить из собственного опыта и попробуем хорошо поесть вкусного шашлыка, и потом встать на молитву, нам будет сделать это очень сложно. То есть это мешает? Это мешает. Понимаете, это наоборот освобождение, пост, это возможность освободиться от того, что мешает. Другое дело, что человек, он привязывается, вот как, например, есть определенные продукты, не будем их называть, но такие, которые люди любят перед телевизором тоже хрумкать, которые явно вредные. Изначально вредные, да. Или даже, например, некие пристрастия человека, когда он там куда-то выходит посреди работы. Они однозначно вредные. Ну просто даже на... Ну это видно на тех продуктах, на тех пачках даже. Да, для здорового, образа жизни. Для здорового образа жизни. Но человек не может, он как бы привязывается к этому, ему сложно от этого освободиться. И когда он, например, бросает это, или пытается как бы это не есть, или там не курить, например, почему бы не сказать об этом, то, конечно, ему это сложно, для него это мучение. Или уж не говоря там о наркотиках каких-то, правильно? Это мучение, попробуй-ка... Зависимость, да. Да, это зависимость. Поэтому пост, это, ну, некая возможность для человека, предлагаемая церковью, освободиться от некой зависимости, которая не даёт человеку свободно вздохнуть внутренне. Поэтому это, вы говорите, кто это придумал и кто такие правила составил. Да. Потому что, мало ли, а я вот хочу предложить другие правила для себя. Ну мы же все, как бы, так сказать, на себе сосредоточены. Так вот, я сказал изначально, что это соборный опыт церкви. Не потому, что собрались какие-то бородатые отцы, и они все вдруг решили, как бы проголосовали, да, что давайте мясо не есть. Ну, хорошо, давайте, все проголосовали? Все. Нет, это из их опыта, жизни, что действительно, ну, тяжело молиться, когда ешь мясо. Или тяжело молиться, когда вообще переедаешь. Или тяжело молиться, когда там насмотришься боевиков. Хорошо, я понимаю, раз это вот часть такого мученичества, тогда можно... Освобождение, опять-таки. Освобождение. И свидетельство, я сейчас мученичество уже, как мы поясняем, хорошо, какой-то работа над собой, да, освобождение. Но ведь тогда можно приучить себя к тому, что и не нужно уходить на пост, можно в нем и оставаться постоянно. Конечно. Можно не петь, не курить, не есть. Да, Так, разумеется, в этом и смысл. То есть это высшая стадия? Да это не высшая стадия, это стадия нормальная. Вот. То есть все остальное наросток. То есть он возвращает к нормальному состоянию. Это не какое-то особое мученичество, это наоборот освобождение от тех мук, которые человек испытывает после того, как переезд. Хорошо. Тогда получается, что все, что дает нам сегодня жизнь, да, для простого человека, ему не нужно вставать, переключать тот же самый телевизор, который сам по себе тоже не всегда хорошее в себе несет, не в программе открытый диалог, это будет сказано, да, ест при этом что-то, носит одежду какую-то, вредные привычки и так далее, то это же от всего этого как можно... То есть... Почему же... А почему тогда такая... Можно освободиться? Получается, что вся наша жизнь плохая? Нет, жизнь неплохая, но она обременена тем, что нам не нужно. Ну, например, у человека в гардеробе 10 курток, ну или 5. Так. Ну, одна зеленая, другая синяя, другая красная, третья желтая, четвертая там какая-то... Сейчас как раз мы по этому пути пошли, потому что, ну, как бы вот такой у нас... Каждый день новая куртка. Ну, каждый день ботинки, там купальники. Все это как бы... На самом деле это не нужно. И более того, человек же озабочен этим. Каждая вещь, вот как там... Действительно, христианское сознание говорит, она связана хотя бы с одним помыслом. Это как минимум, а максимум с огромным количеством. И вот человек, он думает о всех своих куртках, какой бы выбрать. Он... Знаете, как бывают там девочки в подростковом возрасте, они плачут, они вот открывают шкаф, ну, это может быть и не девочка, может, даже и женщина уже, но девочки, вот я знаю такой реальный случай, плачут, потому что не знают, что одеть. Вот зеленое, красное или какое-то, понимаете? Все хорошо. Вот, да, понимаете, поэтому, что это? Это благоденствие или, наоборот, это рабство и зависимость. С христианской точки зрения, конечно, рабство и зависимость. Другое дело, что, опять-таки, здесь не нужно ударяться в крайность. Не в том смысле, что мы должны сейчас взять, переодеться в какую-нибудь рваную одежду, не чинить себе даже у обувщика обувь, вот, и донашивать ее до конца. Но не об этом речь. Это тоже может быть поводом для гордости. Вот я теперь хожу в одной куртке, там, засаленной, вот смотрите на меня, какой я, так сказать, православный христианин. Но это тоже глупо. Это тоже привязывает мое сознание. Нет, просто нужно освободиться от того, что человека увлекает не туда, куда нужно. Вот такой пример, например, очень яркий. Блокадный Ленинград, тревога. Помните, раньше были такие стенды газетные. Вот на них клеили газеты, не клеили, но там размещали. И вот какой-то человек во время этой сирены, этой тревоги стоит перед этим стендом и читает газету. Странное дело. Понимаете? Ему нужно бежать и спасаться. Ему не до каких-то там новостей. Понимаете? Ну или там спрашивает, а где здесь этот обувщик, мне нужно ботинки почистить. Ну какие ботинки почистить? Тебе бы добежать в этих ботинках. И главное, чтобы одни ботинки без тебя не остались после этой бомбежки. Вот точно так же и здесь. Здесь дело идет об очень серьезном и главном. Пост, он заставляет человека нащупать истинную иерархию ценностей. И причем не просто принять ее. Вот самое главное. Не просто внешне принять, потому что действительно вы абсолютно правы, мало ли кто что скажет. а внутренне, на собственном опыте понять, что действительно вдруг я задышал. Знаете, как человек, который там не сидел в темной пыльной комнате, ему говорят, выходи, там пробежку. Он говорит, да какая пробежка, я задыхаюсь, хотя бы прогуляйся. И вдруг он переселил себя и начал. И как же он вдруг, ему тяжело, все болит. Но он начинает чувствовать, что да, вот эти мученичества, вот это как бы усилие над собой, оно делает меня более полноценным. Я как бы вхожу в какое-то, пусть небольшое, но совершенство самого себя. Я осуществляюсь. Ну и последний вопрос, который должен был быть первым. Мы понимаем теперь, о чем идет речь. Я имею в виду те, кто раньше относились к этому как к какой-то, знаете, такой исторической справке. А почему тогда человек создан таким, что он должен все это преодолевать? Почему с рождения он не может пройти весь свой жизненный путь и к нему не будет приклеиваться все ненужное? Это какой-то феномен. То есть почему мы все время к себе, к нам приклеиваются какие-то эти вещи, с которыми потом мучительно приходится бороться? Почему мы увлекаемся тем, что не важно, что не главное? Почему мы вообще как бы влипаем в это болото, из которого нам нужно вытаскивать себя самих? Как будто мы по той дороге пошли. Как раз это говорит о том, что создавший нас Господь, Он исключительно относится к нам уважительно и дает нам возможность выбора. Он дает нам возможность свободы. Или провоцирует. никакой провокации. Господь не провоцирует. Зачем? Просто бы сразу сказал, идите, это правильная дорога, а вот это неправильная. В том-то и дело, что это был бы несвободный наш выбор. Мы были бы как марионетки. Ну, как, например, вагонетка, поставленная на рельсы. Вот ее толкнешь, да, она едет. Только по рельсам. Но если она как бы свободная и самодвижная, она может развернуться, она может поехать вправо, влево. Вот человек, в отличие от этой вагонетки и в отличие от просто других даже живых существ, он свободен в своем волеизъявлении. В этом как раз он подобен Богу. Господь хочет, чтобы человек сознательно пришел к нему. И в этом смысл обожжения человека. Господь, ну, как бы возвысил человека, ну, неописуемо, мы даже представить себя не можем. Поэтому все то, что человек испытывает и то, во что он влип и из чего нужно как бы нам выкарабкиваться, что нами воспринимается как мучение, это наше свободное волеизъявление. Это мы выбрали, к сожалению, это. Как мы с вами говорили, что очень часто мы ведемся на поводу у современных, ну, и не у современных, но каких-то прельщений, там, не можем потом от чего-то никак освободиться, от каких-то вредных продуктов, потому что мы их выбрали изначально. И нам нужно сделать поворот воли, поворот воли, потому что эта воля, обернувшись, она будет разумной, и Господь нам с вами оставляет этот выбор. Ну, я так понимаю, что оставляет выбор право уметь разговаривать с собой и иногда задавать себе вопросы, правильно ли я делаю, покупая то, правильно ли я делаю, выкуривая это и так далее. А вот это, наверное, не все умеют делать или почти никто не умеет задавать вопрос на себе. Мне кажется, что современная цивилизация, она, к сожалению, выносит человека на поверхность. Вот в том-то и дело, что когда мы с вами говорили о посте, возможность вот такого задавания вопроса, она возникает тогда, когда человек находится в некой тишине, отключен, находится сам с собой. Вот когда, например, мы в каком-то магазине огромном, где еще играет музыка, специально все так организовано, чтобы человек потерял свою сознательность, чтобы он в этой полусознательности накупил как можно больше всего. Он как бы, а потом он приходит домой с огромными тюками, вроде радостные, зачем мне это все нужно? Вот точно так же, конечно, пост, он помогает человеку войти в это состояние самовопрошания, внимания к самому себе. как сказано в священном писании, внемли самому себе. Тогда, когда ты спросишь себя, ты сможешь себе ответить. Твоя душа, ангел-хранитель, возможно, твоя совесть подскажет тебе, что это, дорогой мой, тебе не нужно, тебе мешает. Вот такой финал. Может быть, попробуйте себе позадавать вопросы и какие-то появятся ответы. Спасибо огромное. отец Илья, священник Илья Семенов, настоятель Преображенского храма поселка Коросково. До встречи, потому что наши беседы становятся уже традиционными. Ну, а это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова